Привет, мои дорогие любимые, с вами снова Элина, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему комплексов. Как всегда, одна из моих подписчиц, генератор идей для моих видео. Вечный генератор, просто у неё всегда очень много идей для моих видео, за что и отдельное ещё раз спасибо, моя хорошая. Вот, и да, сегодня я снимаю опять видео на её тему, которую она мне писала, предложила, я считаю, очень крутая тема комплекса. Ну и давайте начнём, я буду зачитывать письмо и походу говорить, что я думаю, я не готовила это видео заранее, поэтому надеюсь, что скажу что-то всё-таки умное. Вот, ну давайте, поехали. Тема такая, были ли у тебя или есть комплексы, и как ты считаешь, как нужно с ними бороться? Тема, возможно, достаточно личная, но актуальная. Много подруг, знакомых, у кого есть комплексы, то из-за роста, то из-за носа, то из-за формы глаз и так далее. Они очень их сковывают в жизни. Считаешь ли ты, что самый лучший выход, что нужно применять пластическую хирургию, там, где это возможно? Или, возможно, это диктует общество, все эти стереотипы и вбивают в головы какие-то эталоны красоты, из-за которых люди исковывают себя комплексами. Может быть, просто стоит пересмотреть своё отношение к этим мнениям, стереотипам и так далее. Какие решения возможные видишь ты? Вот. По-моему, очень интересная тема. Надеюсь, что я ничего не забуду сказать. Итак, комплексы. Я думаю, что нет среди нас человека, у которого вообще нет комплексов. Если вдруг из вас есть такие, напишите в комментах. Я думаю, у нас не будет таких комментариев, потому что все мы с комплексами. Да, комплексы начинаются с детства, когда мы идем в школу, даже в садике, может быть, ещё начинаются, когда нам, начиная с фамилии, там, не знаю, говорить Тарасик-матрасик, говорить ты губошлёпка, ты очкарик и так далее и тому подобное. Не знаю, всегда это вот какие-то комплексы начинают нам, другие люди, наверное, даже в большей мере прививать. Помимо того, что, конечно, идёт в обществе, да, идут какие-то тренды новые, которые нас тоже заставляют чувствовать себя какими-то не такими. Там, или в моде худые, а мы толстые, или в моде большие попы у нас плоские, или в моде большая грудь у нас маленькая, большие кубы у нас маленькие и так далее и тому подобное. То есть, это совершенно нормально. Говоря именно про мои комплексы, я не скажу, что я когда-то вот прям комплексовала, вот прям конкретно. Мне кажется, есть у многих людей какие-то конкретные комплексы, например, там, не знаю, кривые ноги, большой нос, там, да, маленькие губы. Вот я, в принципе, пока не пошла модно губы, по-моему, насколько я помню, я не комплексовала по поводу того, что у меня были маленькие губы. Возможно, они мне казались маленькими, но как бы на тот момент не было модно большие губы. Даже у нас была девчонка в школе, ее там тоже звали губы-флепка и так далее. Как бы это было не круто иметь большие губы. Даже раньше это были вообще какие-то комплексы у людей с большими губами. И вот, кстати, пока не забыла, хочу сказать, что если у вас есть какой-то комплекс, не забывайте, что, возможно, сегодня это комплекс, а завтра это будет ваша гордость. Потому что тренды меняются, да, постоянно. И то, что сегодня не круто, завтра будет круто. Поэтому вы никогда не сможете быть абсолютно в тренде, всегда мода меняется, нельзя каждый день менять себя на 100%, да, и сбрасывать по 30 кг за один день и так далее. Поэтому, если сегодня маленькая грудь не в моде, то, возможно, завтра она будет в моде, и вы будете круче всех и красивее всех. Так что не паритесь. Так вот. Но меня немного смущало все-таки то, что у меня маленькие губы, плюс, и даже, наверное, больше меня смущало, насколько я помню, нос. Даже когда-то, когда я училась еще в колледже искусств, я сейчас, кстати, вокалом занимаюсь, меня рисовали дизайнеры, и каждый рисовал с разного угла, да, в разных, ну, как бы, своих каких-то стилях. И, с одной стороны, я видела, что у меня просто такой профиль, просто один нос какой-то мне казалось. Вообще, у нас очень сильный ген, мы недавно смотрели фотки, по-моему, это по папиной линии, у нас у всех маленькие губы и длинные такие, достаточно, вот, носы. Вот, поэтому меня даже, наверное, больше смущало то, что у меня нос длинный, а не то, что у меня губы маленькие. Ну, когда началась на это мода, у меня была подружка, сейчас с ней уже не общаюсь, вот она в первый раз делала губы, и, наверное, я, глядя на нее, тоже решилась на эту процедуру, вот, хотя мой муж был против, это все началось вообще, когда я вышла замуж, даже когда я еще не была замужем, но уже, как бы, была вот с мужем, и, да, собственно говоря, на это я решилась. Даже как-то, отчасти, по приколу я это, наверное, сделала, я не знаю. Вот, и что хочу сказать, что, когда я начала делать губы, у меня стал меньше нос, потому что пропорции стали более пропорциональные, то есть сейчас у меня большие глаза, и большой нос, и большой рот, и, как бы, это не так бросается в глаза, вот, потому что на старых фотках я даже, наверное, вам сделала какие-то свои старые фоточки с маленькими губами, вот. Нет, не буду, говорит, на поржать, потому что не надо смеяться над тем, какой я была раньше. И вообще, если честно, сейчас смотрю свои старые фотки, я думаю, блин, я настолько себе сейчас нравлюсь, в принципе, гораздо больше, чем если я смотрю фотки, когда я была раньше. Но, я, в принципе, всегда была в своей внешности уверена, я ходила на конкурсы красоты, это всё, между прочим, было именно, когда у меня не было больших губ, вот, я выиграла мне с Озёрск, в каком ещё, далёком, в 2008, что ли, году или 2009, я не помню. То есть, в общем, всё, в принципе, я выигрывала, и это было несмотря на то, что я не была для себя вот сейчас, как я посмотрю фотки, эталоном красоты. То есть, мне кажется, если бы я сейчас была такой, как раньше, я бы в себе была неуверенная. Но, в те времена я всегда была в себе очень уверенная, и, возможно, даже более уверенная, чем сейчас, отчасти, знаете, потому что всё-таки гравитация и всё такое прочее. Вот. И булочки. Имеют накопительный эффект. Вот. Поэтому, наверное, главное именно быть в себе уверенной, потому что, заметьте, сколько женщин, ну, даже, грубо сказать, да, ну, каких-то страшненьких или не очень красивых, своеобразных, они очень популярны, у них очень много мужчин, и очень много красивых женщин сидят абсолютно без мужчин, без внимания, они не популярны, не успешны, поэтому, знаете, тут, наверное, всё-таки главное быть, во-первых, уверенной в себе, несмотря ни на что, а во-вторых, иметь какую-то харизму, мне кажется, это в жизни гораздо более важно, чем если вы просто красивые, но больше вы ничего, как бы, и с собой не представляете, и не делаете, и вы не интересны как собеседник, вы не интересны как женщина, вы не можете себя подать. Мы часто, кстати, тоже замечали с девчонками в Голландии, что девчонка может идти одета, да, голландка, например, в очень сексуальное платье, но она идёт вот так вот в нём, просто как солдат какой-то, что на неё даже ни один парень не глянет. А можем пройти мы, русские девушки, это вообще непонятно в каком виде, но при этом все парни сворачивают голову. То есть, знаете, тоже именно вот самоподача, как вы себя подаёте, это очень важно, и порой, да, в большей мере это гораздо более важно, чем какая вы красивая, некрасивая. Нужно ли с ними бороться? Я вообще-то, конечно, считаю, что нужно. Если у вас есть комплекс какой-то, который вас гложет, не знаю, может быть, с детства, да, или очень давно, который реально мешает вам жить, потому что бывают ведь комплексы не только потому что, ну, из-за какой-то мелочи, да, а может быть, например, у вас одна грудь гораздо больше, чем другая, я не знаю, может быть, у вас, я не знаю, что такое, может быть, ну, какой-то очень кривой нос. Может, вам когда-то ломали принос, он у вас вообще в одну сторону смотрит, а в другую не смотрит. Ну, я не знаю. То есть, понимаете, бывают такие неполадки, да, какие-то, так сказать, во внешности, которые реально людям мешают жить, и они не могут, может быть, найти спутника жизни, который реально им просто травмирует их, да, как личность. Тогда, вот, мне кажется, нужно с этим бороться, всё-таки что-то делать, потому что, например, после одной классической операции, да, на которую нужно решиться, что вы будете красоткой, будете себе уверены, у вас просто жизнь пойдёт по-другому. Мне кажется, если это такие случаи, то однозначно, наверное, стоят это делать, но всегда, конечно, нужно хорошенечко подумать. Но об этом я расскажу ещё чуть позже, про подумать. Вот. Я думаю, что с комплексами нужно бороться, что все сильные люди, они борются всё равно с комплексами. Если вы чего-то там боитесь, нужно пересиливать себя и идти на это, нужно учиться этому, потому что если у вас куча комплексов, так, если с ними не бороться, можно всю жизнь просидеть вообще дома, бояться, показаться на людей, не знаю, и так далее, и тому подобное, а вокруг кипит жизнь, мир, поэтому, наверное, конечно же, не наверное, а, конечно же, нужно с комплексами бороться. Опять же, да, вот, рост, вес, нос и так далее. Если вы боитесь, что вы не найдёте себе мужчину, вот, понимаете, у всех есть разные вкусы. Посмотрите, сколько счастливых пар, когда девушка, например, ну пусть полная будет, да, или какая-то там даже по нормальным меркам не очень красивая, там, мужеподобная и так далее. Я даже знаю одну девушку, кстати, довольно известная, которая такая была толстая, даже вот сказать не полная, а именно толстая. Она за очень красивого парня вышла замуж. Потому что я всегда смотрела на этого парня и думала, какой огненный парень, вот. И потом она занялась собой, сбросила вес, стала очень... Ну, она, кстати, всегда симпатичная была наличка, но очень пухая. Но у неё, мне кажется, очень крутой характер, она очень интересная девчонка. Вот, я её встречала раньше на работе на своей, и потом она похудела, стала менее красивая, даже более красивая, худенькая, вообще никто её не узнавал. И я заметила, что спустя время она развелась даже с этим парнем и нашла себе другого парня. Вот, то есть вообще абсолютно не зависит от того, да, насколько ты там... Короче, может быть, у тебя есть какой-то комплекс, но мужчина вас полюбит, мне кажется, всё равно найдётся такой мужчина, который вас полюбит, даже если у вас какие-то есть комплексы, которые в обществе, может быть, не все принимают, да. Может быть, вы там, не знаю. Ну, в плане роста, я думаю, вообще это не должно быть комплекса. Многие мужчины любят очень маленьких девочек. У меня, например, подружка, она, по-моему, метр пятьдесят, или метр пятьдесят пять, я не знаю, сколько у неё, метр пятьдесят пять. Ну, в общем, она очень маленькая, у неё маленький размер роговый, и мне кажется, мужчины вообще очень любят маленьких женщин, и у неё муж, по-моему, два метра. То есть у них очень большая разница, и она, как у меня всё время, в основном, были именно высокие парни. Вот. Если вы высокая девушка, наверное, это чуть подсложнее будет, но если вы не можете найти себе высокого парня, и едете в Голландию, это одна из самых высоких наций, или даже самая высокая нация, у нас очень много таких трёхметровых мужиков, езжайте туда, обязательно себе найдёте высокого парня гораздо выше, чем вы. Так что вот в этом париться вообще не надо. А нужно ли применять пластическую хирургию? Мне кажется, в любом случае, перед тем, как решиться на пластическую хирургию, нужно, конечно же, всё хорошенько взвесить и подумать. Нужно делать это, в первую очередь, именно не потому, что это веяние мода, а потому, что вам это нужно, что у вас есть показатели. То есть если у вас годами есть какой-то комплекс, то, конечно, можно пойти сделать даже те же губы, это всего лишь филеры, в принципе, это не настолько серьёзно. При желании можно сделать ледазу, убрать, и у вас губы вернутся в первоначальное своё состояние. Плюс с первого раза у вас не будут очень такие огромные пельмени губы в любом случае, поэтому вы можете один раз попробовать сделать, даже 0,5 мл или 1 мл, посмотреть вообще, пойдёт вам это или нет. Если не пойдёт, можно это или подождать, когда это всё сойдёт, там через полгода-год, или сделать просто укол, и это так же всё сойдёт, и всё, вопросов никаких нет, да, никаких проблем. Если это что-то более серьёзное, там, как операция на грудь, на нос, да, там, так далее, я не знаю, там, контурная пластика и так далее, тут, конечно, нужно всё реально взвесить, посмотреть, какого здоровья, не будет ли осложнений, да, то есть, конечно, найти реально хорошего врача с кучей отзывов, с перелопать, много информации, мне кажется, то есть, с этим шутить не надо. Но это больше именно, наверное, показания тогда, когда у вас реально что-то неправильно, нехорошо, какие-то огромные есть комплексы, которые мешают вам жить, и как бы вы с ними ни боролись, всё равно вы не можете нормально с ними жить. Стоит ли делать, если это мода? Ну, это, конечно, опять же дело каждого, я не думаю, что стоит следовать моде слепо во всём, потому что, как я уже сказала, сегодня модно одно, завтра модно другое, то есть, вы не можете каждую неделю делать новые операции, то убирать грудь, то вставлять её, то сделать попу, то убрать попу и так далее, и тому подобное. Главное, да, не переборщить, как бы я от многих слышала, что это наркотик, и всё время, когда вы начинаете, хочется большего. В этом есть доля правды, потому что даже с моими губами, когда я начала их делать, мне хочется всё время сделать их ещё больше, и это правда. Вот, но я стараюсь не доходить до фанатизма, и вообще сейчас я решила пока что никакие больше уколы не делать, кроме как губы, вот, а занимаюсь фейсбилдингом, я уже сто пятьсот раз об этом сказала, вот, всё-таки пока ещё, тем более, если вы ещё относительно молодая или просто молодая девушка, да, то пока что лучше это всё делать, мне кажется, своими силами пытаться... Я не скажу, что кремы помогают, пипец, как я где-то слышала, давно помню, до сих пор запомнила на передаче, что зачем вы делаете пластику, есть сейчас такие кремы, которые вас на 10 лет моложе сделают. Я таких кремов пока что не встречала, если вы знаете такие кремы, напишите в комментах, я думаю, вам всё будет очень благодарна. Вот, но я думаю, что вот такими всякими упражнениями, какими-то массажами можно помочь себе уходами, поэтому ухаживайте за собой, и можно, я думаю, долгое время, даже, наверное, и без косметологов реально привести кожу в хорошее состояние, потому что я вижу результаты, как женщины круто выглядят, которые не делают уколов, но при этом делают всякие вот такие вот зарядки, упражнения, это тоже, да, помогает. Наверное, всё-таки нужно полюбить себя в первую очередь такая, какая вы есть. Если у вас всё, в принципе, нормально, есть какие-то мелочи, вы понимаете, мелочи, которые, как сказать, немножечко напрягают, они есть у всех. Не думайте, что вы одна такая реальная. Вот даже если, не знаю, многие говорят, что я хорошо выгляжу, у меня есть, я не скажу, что сейчас у меня есть какие-то огромные комплексы, ну, например, у меня порыщи ногу сейчас, у меня целлюлит, что у меня ещё, у меня небольшое такое пузико, несмотря на то, что занимаюсь спортом, всё-таки оно присутствует. Я бы хотела поменьше нос, то есть, если так взяться, вот каждый, если даже попросишь, каждый напишет обязательно, что её что-то в себе, пусть немножко, но не устраивает, но как бы с этим можно жить, и как бы меня это чуть-чуть, может, напрягает, но, в принципе, мне это жить не мешает особо, потому что на нос я, кстати, можно делать не пластику, можно делать в контуринг, он будет уже. Можно при фотошопе тебе нос поуже. Вот. Если он совсем широкий, конечно, можно делать пластику, если это вас очень напрягает. Что ещё? Целлюлитом, ну, говорят, кстати, не очень хорошо, ну, вообще можно как-то избавиться, но занимайтесь упражнением, делайте, плавайте. В общем, я забыла уже, на чём я остановилась. Ну, да, хочу сказать, что, во-первых, учитесь всё-таки принимать себя в первую очередь такое, какая вы есть, потому что часто, даже когда люди меняют себя, делают операции, видоизменяются, они всё равно недовольны собой, потому что в первую очередь это внутри вас. То уверены вы в себе или нет, и не всегда изменения помогают вам побороться с комплексами. С комплексами нужно бороться в первую очередь внутри себя и переходить через себя, и самоуверенности своей добиваться, несмотря ни на что. А потом уже заодно, вкупе с этим делать что-то ещё. Конечно, в наше время можно очень себя видоизменить в лучшую сторону. Посмотрите на передачи, да, на 10 лет моложе, когда женщин переделывают, они реально становятся уже не в молодом возрасте, да, в токум воле зрела, становятся красотками. Особенно мне всегда очень нравятся их зубы, как они делают. Их не е. Сейчас мне кто-нибудь напишет, что им режет это ухо. Их зубы. Там красивые волосы, супер стиль, да. То есть, в принципе, конечно, это очень меняет сразу, когда женщина делает более красивое, она вообще по-другому себя ведёт, у неё блестят глаза. И да, в этом, конечно, тоже великая сила. Поэтому, но это не только работа внешняя, это ещё и работа внутренняя над собой. Ну, как я уже сказала, если у вас действительно какие-то такие очень нехорошие комплексы, возможно, что-то можно себе поменять, и в том числе с помощью пластики. Если это какие-то мелочи, как если вам не нравится, что вы брюнетка, покрайте, 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 покрайте блондинку, и вопрос будет решён, потому что многие вещи можно довольно-таки просто изменить. Главное, что для этого делать. Если вам что-то не нравится, измените это. Если вам не нравится, где вы живёте, переедьте. Вы не растение, да, вы не дерево. В принципе, очень много чего может изменить. Практически всё можно изменить, при условии, что вам это не нравится. Просто не доходите до сумасшествия, потому что вечной гонки за совершенством. Многие люди и с ума сходят, и делают для себя просто полное уродство. Сколько есть на самом деле просто страшно некрасивых людей, потому что они гнались каким-то совершенством. Они хотели быть похожими на кошек там ещё, на кого-то, на каких-то звёзд. Поэтому, несмотря ни на что, даже если вы себя меняете, боретесь как-то с этими комплексами, оставайтесь собой. Вот. Не забывайте, что вы это тот, что вы есть. Гордитесь собой, какая вы есть или какой вы есть, несмотря ни на что. И, да, не забывайте, что у всех у нас есть комплексы, не нужно к этому так серьёзно относиться и сильно из-за этого запариваться. Все мы паримся. Наверное, люди без комплексов, это даже ненормальное явление, и это даже скучно, не знаю. Это даже отчасти хорошо, когда есть что-то, что вас в себе не устраивает, что можно с этим бороться. Потому что там много людей, которые у них там заикание, они как-то с этим бороться. Ну, короче, практически со всем можно побороться. Если у вас какие-то крупные комплексы, боритесь с ними, переходите через себя, делайте что для этого. И практически всё можно поменять. А если это поменять никак нельзя, научитесь с этим жить. Сколько примеров. Люди с какими-то вообще без рук, без ног находят себе, да, пары, ржат детей. То есть наше время столько известно, благодаря «Спасибо интернету», столько историй, как люди, да, с большими проблемами в жизни, с большими комплексами, да, создавали себе сами жизнь и делали её достойной, классной, счастливой. Поэтому не забывайте про такие истории. И скорее всего, ваши комплексы сравнительно этих историй просто вот чепуха полная вообще. Вот. Так что всем желаю, будьте себе уверенными, не создавать себе особенно ещё лишних комплексов, бороться с своими комплексами. И если вам для уверенности в себе нужны, совсем чуть-чуть, чтобы что-то немножечко в себе поменять, но сделайте это и не парьтесь, потому что я никак не могу закончить это видео, потому что у меня приходчики новые мысли. Есть женщины, которые, например, даже мне часто пишут, «А больно ли делать губы?» Потому что я очень давно хочу сделать губы, но боюсь. То есть, конечно, возможно, вам придётся пройти через боль, через неудобства, через стеснение или ещё что-то такое. Но это сделать стоит, потому что не надо всю жизнь сидеть, комплексовать, париться с этого, но ничего не делать, потому что у вас какой-то страх есть. Если вы всё взвесили, обдумали от того, стоит сделать это, и всё, всё будет круто. Потому что сколько людей, опять же, становятся более счастливыми, из-за того, что они себя поменяли в лучшую сторону, убрали свои комплексы и стали счастливыми людьми. Поэтому боритесь с своими комплексами, не бойтесь, не парьтесь, и любите себя, да. Вот. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем целую всех. Я сегодня что-то очень заплетаю с языком. Вот. У меня сегодня очень заплетается язык, если сказать более нормальным языком. И, короче, да, до следующего видео. Всем пока. Продолжение следует...